Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Очень рад вас сегодня видеть здесь. Виртуально. Очень приятно, что я знаю, что многие из вас собрались сегодня у экранов. Чтобы услышать что-то. И я хотел бы поделиться сегодня с вами словом. Благословляю ваше слышание. Благословляю ваши уши, ваши сердца. Благословляю ваш внутреннего человека, ваш дух. Итак, сегодняшнее слово будет о любви. Вы знаете, у Господа нашего Иисуса Христа было очень много интересных даров. Он имел полноту, полноту Божьих даров. И вот одним из интересных даров, которые у него был, это была способность передать Слово Божье. Передать глубину Божьего смысла, так сказать, Слова. Простым, человеческим языком. Обычным языком, ежедневным языком. И он это делал настолько замечательно, что просто вопросов не оставалось. И сегодня хотел бы порассуждать бы на один из тех вопросов, которые ему задали. Итак, Иисус повторил заповеди Божьи и сказал их, можно сказать, суммировал их в две. Когда Его спросили, какая наибольшая заповедь. Марк 12, 30. И возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всею душою твоей. И всем разумением твоим, и всею крепость твою. Вот первая заповедь. И тут же Он продолжает. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Больше сих заповедей нет. Это основание всего Божьего закона. Всех заповедей, всех постановлений. Но вот интересно, на натурах человека. Которая пытается облегчить себе жизнь. Так сказать, упразднить повеление Божьей. Можно даже сказать, оправдать свое неисполнение заповедей Божьих. Оправдать свои поступки, оправдать свое поведение. Потому что человек задает вот такой вопрос. А кто мой ближний? Может быть, многие из вас задавали этот вопрос раньше. Может быть, сегодня для вас это остается вопросом. Но вот интересно, объяснение в Библии говорится, почему был задан этот вопрос. Лука 10, 29. Но он, то есть человек, который задает вопрос, Желая оправдать себя, Сказал Иисусу. А кто мой ближний? То есть цель его была оправдать свое поведение. Кто мой ближний? То есть, кого я должен любить, так как я люблю самого себя? Тех, кто живет в моем доме? Моих близких родственников? Моих дальних родственников? Может быть, те, кто живет в соседнем доме? Может быть, кто-то живет на моей улице? Может быть, это люди мои друзья, компания друзей? Может быть, это люди в моей церкви, в моей общине? Кто эти ближние, которых я призван любить? И Иисус мог бы ответить очень просто. Он мог бы сказать все. Все вокруг тебя. Но я думаю, что такой бы ответ дал бы больше вопросов, чем дал ответов. И, может быть, человеку было нереально представить, как это возможно. Любить абсолютно всех, кто вокруг меня. Именно поэтому, я думаю, Иисус рассказывает притчу. И в конце этой притчи задает вопрос. И, отвечая на этот вопрос, тот человек, который вначале задал Иисусу вопрос, кто мой ближний, когда он в конце должен будет ответить на этот вопрос, он как бы сам даст ответ на свой первый вопрос. Итак, Иисус рассказывает притчу. Я думаю, что абсолютно весь мир знает эту притчу. Я думаю, что каждый из вас знает эту притчу о добром самарянине. Если вы не знаете, то Лука, 10 глава, с 30 стиха. Но вот обратите внимание на вопрос, который задает Иисус в конце. Лука, 10, 36. Лук, 10, 36. Кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшемуся разбойник? Обратите внимание на вопрос, который задали Иисусу, кто является моим ближним, кто ближний для меня? А Иисус задает совсем другой вопрос. То есть, не для кого из троих попавших не для кого из этих троих попавший был ближним. А кто из этих троих был ближним для попавшего в беду? Для нуждающегося. И сегодня этот вопрос Христа можно так звучит, вот так. Для кого я? Или ты, или вы, или каждый из нас? Для кого каждый из нас готов стать ближним? Вопрос, не кто ближний для меня? Как задал этот человек Иисус. А вопрос, для кого являюсь ближним я? Для моих домашних? Для моих родственников? Для моих соседей? Для членов моей церкви? Вот сегодняшний вопрос. Иисус в притче о добром самарянине мог упомянуть любых людей. Он мог рассказать в притче про трех людей. Это мог быть сапожник, это мог быть музыкант, пастух. Это могли быть три обычных человека, любые. Но Иисус им избирает рассказать о священнике, левите и самарянине. И это не случайно. Итак, давайте посмотрим. Кто такой священник? Это прежде всего человек верующий. Это человек, знающий закон. Это учитель народа. Это уважаемый человек. Это высокопоставленный духовный человек, несущий большое служение, большую ответственность. Большую ответственность за тех, кто ему был доверен самим Богом. Но он проходит мимо пострадавшего. Мимо нуждающегося. Лука 10, 31. По случаю один священник шел той дорогой. И увидев его, то есть нуждающегося, лежащего, прошел мимо. Мы не знаем, о чем думал на тот момент тот священник. Иисус это в притче своей не уточняет. Можно пытаться догадаться, можно пытаться предположить, но Иисус точно об этом не говорит. Может быть, у него было большое служение. Это были его мысли. Может, у него мысли были о том, что у него есть важные дела, поважнее. Может быть, это не его ответственность помогать таким людям, которые здесь, как вот этот человек. Может быть, просто он осудил того, который лежал при дороге. Как ты докатился от такого? Что ты сделал в своей жизни? И теперь ты пожинаешь плоды своего зла. мы этого не знаем. Но Иисус в притче делает ударение на один интересный факт. На то, что священник его видел. Написано, и увидев его, прошел мимо. Это был поступок не по незнанию. это был его выбор. Он на тот момент не стал близким для пострадавшего и нуждающегося. Левит, который проходит следом. Тоже непростой человек. Тоже верующий и знающий закон Божий. Служитель Божий, являющийся посредником, можно сказать, между народом и Богом. Он был поставлен, чтобы учить народ Слово Божие. И, конечно, прежде всего, соблюдать его. Опять-таки, Иисус не говорит о том, что происходит в мыслях этого Левита. Но написано, что он подошел, посмотрел и прошел мимо. Лука 10, 32. Может быть, он был занят. Может быть, он торопился. Может быть, он поленился. Может быть, он не захотел возиться. Он, может быть, увидел, насколько действительно этот человек нуждается в этом мнении. Это too much для меня. Слишком это для меня много. Надо столько усилий приложить, чтобы ему помочь. Может, опять-таки, просто осудил. Причин может быть много. Но это не главное. Из слов Иисуса однозначно видно, что это был его выбор. Это была не случайность. Якобы я не увидел, и я прошел мимо. Ну, если бы я увидел, я обязательно, если бы я обязательно бы помог. Обязательно. Но, к сожалению, это не так. Только представьте себя. Представьте себя сейчас на месте того побитого почти до смерти лежащего при дороге. Давайте скажем, что он, может быть, и физически был побит, но, может быть, и душевно побит, может быть, даже духовно он был побит. И вы там лежите. И мимо вас проходит один, делая вид, что не видит. не заметил. И другой подходит и проходит мимо. Якобы здесь все в порядке. Но если мы знаем, что каждый христианин является представителем Бога, то представьте, какое впечатление возникло, создается у этого человека о Боге. Да, он был побит. Однозначно, он был в плохом состоянии. Как он до этого дошел и что произошло в его жизни, один Бог только знает. Но это не останавливает обычного, простого человека. Более того, человека из недружелюбного народа. Недружелюбного для израильтян подойти к нему и помочь им. Но кто же такие были эти самаряне? Самаряне, они жили обособленно среди Израиля. Они хотя жили как бы в той же самой земле, но обособленно, отдельно от них. Этот народ образовался из-за смешения народа израильского, который остался. Который остался в земле израильской после ассирийского плена. Потому что из-за ассирийского плена многие были введены, большинство было уведено из Израиля. Но туда переселили язычников. И самаряне, как сказать, они образовались из-за смешения остатка Израиля с язычниками. Иудеи не враждовались с ними. Но они с ними и не общались. Самаритяне, самаряне были для них как язычники. Но в притче Иисус выбирает использовать именно самарянина. Можно сказать неверующего человека, который сделал больше, чем те, которые были верующими. И не просто верующие, а высокопоставленные верующие. Может, эта бедняга была просто недостойных помощи. Мы не знаем. Может быть, у них бы мысли, что я его не знаю, поэтому я особенно не должен ему помогать. Может, он не из моей общины, поэтому я ему ничего не обязан. Но эти двое не стали ближним для нуждающегося. Хотя, по вере, они были намного ближе. Потому что он был из их народа. Но ближним для нуждающегося оказался совсем чужой человек. Из недружелюбного народа. Этим я верю, что Иисус хотел что-то показать. Что, чтобы стать для кого-то ближним, не надо быть для него другом сначала. И не надо для него сначала быть родственником. И не надо сначала быть сильно духовным. И не нужно быть поставленным на служение. Надо просто, когда проходишь мимо, не проигнорировать нужду. Увидев, не пройти. Увидев и подойдя, не пройти мимо. Но увидев и подойдя, сделай то, что можешь. может быть, даже что-то очень маленькое, но ты можешь тому, кто нуждается. И для этого нужно сердце Христа. Нужна любовь Христа, чтобы жила внутри, которая помогает видеть нужду ближнего. Нужду того, кто нуждается, а не только свои заботы и свои проблемы. Обратите внимание, самаряне не просто подошел, не просто увидел. Он перевязал ему раны. Написано, возливая масло и вино. То есть, он попытался залечить ту боль, которая была, насколько это было возможно в тот момент. Он посадил его на своего осла. и, скорее всего, сам шел рядом пешком. Он привел его в гостиницу и позаботился о его состоянии. Он ухаживал за ним, а потом оставил его под присмотром других. И еще дав все, что нужно было для ухода этого человека, он передал заботу об этом нуждающемся кому-то другому. А потом еще и вернулся, чтобы проверить, что и как. Через эту притчу Иисус показывает новый уровень любви. Ту самую любовь, которую Он потом нам явил своей жизнью и своей смертью. Это новая заповедь, которую Он нам дал. Иоанн 13, 34. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Так и вы любите друг друга. Не просто любите тех, кто хорошо к вам относится. Интересно, что даже в Ветхом Завете было сказано больше, чем любите тех, кто вас любит. Лука 6, 31. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Я еще раз прочитаю. И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Я уверен, что каждый человек хотел бы, чтобы его ближний ради него чем-то жертвовал. Это человеческая натура, которая хочет, чтобы сосед чем-то жертвовал для меня. Не так ли? Иисус призывает каждого верующего поступать не так, как с ним поступают, а поступать так, как он хотел бы, чтобы с ним поступали. То есть жертвовать ради кого-то. Это большая разница. Обратите внимание на скромность самарянина. Мы не читаем, что он пошел кому-то рассказал. Как он помог, как он спас, что он совершил. Ему это было не надо. Он просто сделал доброе дело и пошел. Пошел своей дорогой. Иисус говорит об этом в Нагорной проповеди. Матфей 6, 3. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правое. Как будто ты ничего и даже не сделал. Твоя левая рука даже не в курсе о том, что правое что-то сделало. Ты сделал, и даже как бы и не помнишь о том, что добро ты сделал. Но почему так странно это должно быть? Как то непонятно зачем это? Но я думаю, что Иисус знал, что Он делал. Он говорил абсолютную истину. Потому что зная человеческую натуру, когда начинаешь фокусироваться на том добре, которое ты сделал, и напоминать себе, и помнить, и восхвалять себя, то это очень сильно подпитывается твое человеческое эго. самолюбие, твоя гордость. Как же это очень опасно. Но вопрос. Для кого сегодня я готов быть ближним? Никто является ближним для меня. Он, она, они. Но для кого я сегодня готов быть ближним? Кому сегодня я готов помочь? Позвонить, поговорить, спросить, как дела, помолиться за нужду, помолиться за болезнь, за здоровье, имеется ввиду. Поддержать своим словом, поддержать своим делом. Перевязать раны. Полить маслом и вином. Довести до гостиницы. Попросить кого-то позаботиться о нем, если сам не можешь. Для кого сегодня я готов стать ближним, быть ближним? И опять-таки не ради того, чтобы в календаре поставить галочку, что сегодня я сделал доброе дело. Сегодня я молодец. Завтра тоже одно дело сделаю. Не ради этого. Это не то, о чем говорит Иисус. Но давайте посмотрим еще раз на эту же ситуацию, но со стороны другого. С другого угла, со стороны того, кто лежит побитый у дороги. Опять-таки я может сказать уверен, что каждый из вас, каждый из нас хоть один раз в жизни скорее всего много раз в жизни оказывался на месте нуждающегося. На месте того, который попал в ситуацию, в безвыходную ситуацию. И находится в беспомощном состоянии. Один человек про это узнал, прошел мимо, так сказать. Другой человек тоже в курсе и тоже прошел мимо. Слава Богу, третий человек не прошел мимо. Подошел, расспросил, перевязал, так сказать, рану. Ну вот какие, давайте будем откровенны и честны перед собой. какие в это время проходят мысли в нашей голове? Что происходит? Может быть такая мысль, как это можно? Это же братья и сестры. Это же христиане. А где же любовь Божья? Бывало ли у вас такое? это мысли, которые отталкиваются от моего я. От меня самого. От того, как со мной поступили. Потому что я не увидел любви Божьей по отношению ко мне. Это очень опасные мысли. Потому что они будут вести человека к осуждению всех вокруг. Матфей 7.1.2 Иисус сказал не судите. Да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким судом и будете судимы. Не судите своим человеческим умом. Своей человеческой логикой. Своим человеческим пониманием. Скорее всего, такой суд будет ложный. А это, как мы видим, неправда. В этот момент лучше всего молиться. Молиться и благословлять всех вокруг. И проходящих мимо, и подходящих. и останавливающихся, и помогающих. В этот момент лучше всего, это тяжело, но лучше всего пытаться наполниться любовью Божией ко всем. И эта любовь поможет научиться поступать, как поступил Христос. Относиться ко всем так, как вы хотите, чтобы к вам относились. Благодаря Богу за каждую ситуацию и за каждого человека. Первое фессалоникийцам 5. Всегда радуйтесь. Это непросто. Непрестанно молитесь. Это непросто. За все благодарите. Это непросто. Но такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И Господь знает сердце каждого. И какое сердце в чем нуждается. Но благословляя каждого вокруг нас, мы будем исполнять волю Божью. И будем участвовать в Божьем труде. Очень важно помнить, что любовь к моему ближнему или же наоборот с другой стороны моя любовь потому что я ближний кому-то это не только духовное действие. Но это действие в этом материально-физическом мире. духовная забота стоит на первом месте. Это однозначно. Это молитва, ходатайство, заступничество и посты на первом месте. Но интересно, что когда написано поставил овец по правую сторону и козлов по левую сторону. Матфей 25. Он не сказал козлам за то, что когда я алкал, вы не помолились обо мне. И когда я болел, вы не постились обо мне. Матфей 25. 42. 43. Ибо когда я алкал, вы не дали мне есть. И не напоили меня. И не приняли меня. И не одели меня. И не посетили меня. И сегодня можно кого-то посетить. А можно не посетить, потому что карантин. Но можно позвонить. Помолиться. поддержать. Это просто как один из примеров. Господь сегодня спрашивает каждого из нас. Для кого каждый из нас готов стать сегодня ближним? подставить подставить свои руки. Потратить свои силы. Время. И просто оказать помощь тому, кто нуждается. Дорогие братья и сестры, будьте благословенны. благословенны. Добрый день, мои хорошие. Все, кто слушает, слава Богу за вас. Мне в первую очередь хочется поблагодарить нашего брата Алекса, потому что это очень нужное слово и очень вовремя. мы в такое интересное время сейчас живем, что помощь друг другу просто необходима. И знаете, мне хочется поблагодарить всю церковь, потому что я увидела столько любви, столько жертвенной любви, столько стали помогать друг другу, и даже остались в тени и финансово помогают, поддерживают. Я очень рада за вас, спасибо. Конечно, Богу в первую очередь, но вам спасибо. Вы знаете, я недавно смотрела на Фейсбуке, такой эксперимент в России был проделан. Старичок из окна кричал к прохожим и говорил, я не могу выйти на улицу, мне нельзя, я болен. Купите мне, пожалуйста, хлебушек, молоко, масло, кричит. Многие проходили мимо. Из 80, нет, из 60, только 8 человек откликнулись на его беду. Знаете, у меня просто сердце замирало. Смотреть на тех, которые посмотрят на него равнодушно некогда и бегут. Точно как по этой притче. Убит Аллочка, выйди с телефоном. Дорогие, вы знаете, это так было больно видеть, так было больно видеть, только равнодушие у людей. Некоторые даже попытались заработать на этом горе. А что ты мне дашь за это, что я пойду куплю тебе? Несторич у меня просто пенсия маленькая, не могу ничем поделиться. Это сегодняшняя проповедь, мои дорогие. Заработать на чужой беде. Даже если ты не просишь деньги, но ты даешь с тем, чтобы заработать для Господа, у Господа. это не добро, понимаете? Добро, оно бескорыстно, когда ты бескорыстно что-то хочешь сделать. Когда у тебя сердце располагается, когда ты плачешь с другой бедой. Да, тогда, конечно, очень хорошо подчеркнул наш брат Алекс, для кого ты ближний. И я хочу на этой ноте остановиться. Пусть каждый подумает, для кого ты ближний. Пусть ваша жизнь вот так складывается, что ближним были вы. Очень хорошо было сказано, не ищите ближних для себя. Будьте ближними для всех вокруг вас. Не проходите мимо чужой беды, можно сказать, даже нужды. Давайте помолимся за это. Мои возлюбленные, драгоценная Церковь Божья, действительно, все должны увидеть, что вы ученики Христа. В первую очередь сказано, так сказал Иисус, в первую очередь возлюбите друг друга. Много мест в Писании, где говорится, в первую очередь, эта любовь должна проявляться в церкви к братьям и сестрам. В семье Христа. Если нет этого, в семье Христа между нами. Все остальное показуха. Поэтому вас любите друг друга любовью Христа и несите эту любовь миру. Она тогда будет ненаигранной. Господь благослови нас на это. Благослови. Прибавляй нам любви. Приготовляй церковь для этого времени, когда мы должны будем изливать ее, Господь, для каждого. Дай сердце чувственное, мягкое, сострадательное. Мы просим Тебя, Господь, помилуй нас, помоги видеть, слышать и отвечать на нужды. Аминь. Церковь, будьте благословенны. Мы вас всех благословляем и ждем, очень ждем, что наконец откроется дверь и вы все войдете сюда. Но мы верим, что и это время Бог употребляет нам во благо. Бога, мои дорогие.